Ребят, всем привет! У меня есть немного времени перед работой. Хочу вам рассказать что-то интересное. Приходит вчера мой муж с работы и говорит мне, ты представляешь, со мной флиртовала русская девочка. Я говорю, а ну-ка с этого момента поподробней рассказывай, рассказывай. Вы знаете, самое интересное, когда я слушала эту историю, вспомнила, как мы с ним познакомились. И эта история, что с ним вчера произошло, ну, знаете, один в один напомнила мне тот день, когда я познакомилась со своим мужем. И, значит, так, рассказываю. Мой муж работает, каждую ночь работает в новом ресторане или в ресторане, или иногда его там, ну, в общем-то, неважно. Разные локации, каждый день, каждую ночь разные локации. Пару слов, что он делает. В общем-то, он работает в компании, эта компания отвечает за пожарную безопасность. То есть, его компания должна приехать и проверить там, где есть кухня, ну, это в основном рестораны или больницы, в общем-то, там, где готовят. И его компания должна проверить в этой кухне пожарную безопасность, то есть, чтобы дымоходы, вот эти все трубы были не забиты. И для дальнейшей работы ресторана его компания, моего мужа, должна выдать им, как бы, такое, знаете, разрешение на работу. Вот, и поэтому мой муж каждый раз ездит в новую локацию, работает в новом месте, каждый день. В общем-то, приходит вчера с работой, смеется, говорит, ты представляешь, работаю, где-то там на лестнице стою, в униформе, он так ненавидит свою униформу, стесняется всегда. Да, мне даже, если я иногда видео снимаю, он в униформе, говорит, не снимай, я не люблю свою униформу. Вот, и говорит, поворачиваюсь, смотрю на меня, девушка вот так вылупилась и смотрит, говорит, мне даже неудобно стало. И она у меня спрашивает, ой, может тебе что-то нужно, водички ты не хочешь, может воды тебе принести? Он говорит, я поняла, я поняла, что она со мной заигрывает. И говорит, слышу акцент. И спрашиваю, откуда ты, потому что, ну, акцент слышу. А, я русская. И он ей что-то там сказал, пару слов по-русски, ну, потому что за столько лет уже со мной общения, он очень много, кстати, очень-очень много слов знает по-русски. Что-то ей сказал. Ой, она так обрадовалась и что-то там начала с ним говорить. А потом говорит, ой, а кто тебя учил русскому языку? А он говорит, жена моя, говорит, ты представляешь, на этом все закончилось. А она говорит, а, окей, развернулась и ушла. Я говорю, что даже воды не принесла. А он говорит, нет, даже воды не принесла. Я говорю, ну, надо было сказать, что жена тебя учит после того, как она тебе хотя бы воды принесла. Не, ну, я, конечно, шучу, говорю ему, ну, ты там смотри, я не ревнивая, но кос мы повырываю. Ну, мы так посмеялись, но вы знаете, вот мне этот его рассказ напомнил тот день, когда я познакомилась с ним. Точно так, точно так же в ресторане я работала, точно так же. Кстати, оставлю ссылочку, ребят, под этим видео. Я уже, наверное, два или три года назад снимала видео, как я с ним познакомилась. И вот точь-в-точь я в том видео также и рассказывала. Я оставлю ссылочку, если интересно, зайдите, посмотрите. Значит, точно так же он пришел в униформе. Я помню этот день, как вчера это было. И мне, правда, я его не увидела первое. У меня подруга, мы с ней вместе тогда работали. Она меня толкает вот так локтем. Говорит, посмотри, какой. А мы тогда, знаете, не она, не я, не замужем, свободные, как говорится. И она меня такая, ой, посмотри, какой симпатичный парень. Ой, да, я еще так, знаете, засмотрелась. Вот точно так же он мне рассказывает этот момент. Я точно так же вот так на него засмотрелась. Вот сзади меня там еще парень, наш работник, с тарелками выходил. Как раз я стояла, как бы, знаете, в проеме дверном. И я так засмотрела, что он сзади меня, типа, ну, давай, проходи быстрее. Я с тарелками сзади тебя иду. Ну, в общем-то, точно так же и мы познакомились. Так что я ему сейчас говорю, ты смотри, там, девочки на тебя засматриваются. Он говорит, а не переживай, ты же знаешь, что мне никто не нужен. Вот такая, ребята, история. А вы там, девочки русские, смотрите мне. С украинцами лучше не ссориться, особенно с украинками. Не ревнивая, но хату спалю. Шучу, конечно. А я, ребятки, собираюсь на работу. У меня на этой неделе пять рабочих дней. Вчера только первый день отработала. Еще четыре дня мне пахать. Представляете, комар укусил. Вчера пришла домой так душно в квартире. Открыла входную дверь и открыла окно на кухне, чтобы проветрилось. Когда открываю дверь и окно, так прямо, знаете, такой бриз идет. И залетел комар. Я его вчера видела. И вы представляете, вот он меня и кусанул ночью. Но я замазала, но все равно видно, некрасиво. Ну, что поделаешь. У нас, видите, что сзади меня висит. Выбираем краску для вот этой комнаты и для коридора. Может быть, новые зрители, кто только меня начал смотреть, подумают. Боже мой, в каком сарае они живут. Смотрите, у нас здесь дырки. Но это, ребят, все будем замазать. Это у нас телевизор вот здесь висел. Мы его сняли. А это к нему кабель шел. Все это будем замазывать. И вот выбираем краску. Ой, с этим ремонтом. Вот правильно вы мне писали. Сделать ремонт и не поссориться. Такого, наверное, не бывает. В общем-то, смотрите. Вот эту краску светлую, да? Вот эту вот. Я хочу эту краску сюда. Муж говорит, не хочу, не нравится она. Но у нас белая, да? Это тоже такая светлая. Ну, ребят, муж у меня доминиканец. Доминиканцы любят все яркое, все цветное. Вот ему хочется. Но он не понимает, что мы вот нашу комнату, нашу комнату, ну, помните, да, какая вот краска? Смотрите, вот такая вот, такая постельная. Очень-очень нежно, зелено-серая такая. Покрасить вот в такой цвет, но это будет сильный контраст. Он этого не понимает. Ему хочется все яркое. В общем-то, хорошо. Вот, как говорят, нужно уступать. Нужно друг другу уступать. Все, наступила я на свое. Я и... Хорошо. Вот, выбрал он краску. Мы уже купили эту краску. Ребят, сейчас покажу вам. Вот, смотрите, наше прихожее, да. Я решила в этот же день, когда купили краску, решила попробовать ее, как она будет смотреться на стене. Но это же ужас ужасный. Вы посмотрите на этот цвет. Вы знаете, сразу отправила ему фотографию. Он мне пишет, он на работе был. Он мне пишет, ой, нет, какая-то она некрасивая. Говорю, ну, я же тебе говорила. Ну, в общем-то, все. Говорит, я с тобой согласен. Давай покрасим той краской, которую ты хочешь. Ну, слава богу. Хоть, знаете, без скандала обошлось. Вот этот шкаф будем выбрасывать. Почему? Почему хочу сразу же покрасить хотя бы одну вот эту стену? Потому что в Айке присмотрели классный шкаф. Так вот, хотим купить как можно быстрее этот шкаф. Потому что в Айке, я уже, кстати, заметила не первый раз, что-то увидим, что-то понравится. Через время они меняют продукцию, она исчезает. Она исчезает из магазина. То есть мы этот шкаф можем не найти. Значит, выбрали классный такой шкаф именно вот для прихожей. Он даже вот с такими вот, не знаю, эти лампы. Мне кажется, он даже идет с этими лампами. Если нет, мы их просто докупим. Вы знаете, крепятся лампы вот на саму верхушку шкафа. И вот так, знаете, дугой вот так лампы. Ну, классный. И шкаф с большим-большим зеркалом. Для прихожей это вообще будет супер. Вот этот коричневый выбросим. И туда поставим. Он белый. Ну, классно будет смотреться. И вот мы последний раз были в Айке. Увидели этот шкаф. Я говорю, слушай, давай копим. Потому что, ну, во-первых, мы едем в отпуск. Да? То есть я вообще говорю мужу, слушай, все, ставим наш ремонт на паузу. Потому что я хочу собраться в отпуск. Я не могу. Я не тот человек, который собирается в отпуск за полчаса. Нет, мне нужно себя в порядок привести. Мне нужно время вещи собрать. Ничего не забыть. В общем-то, это все занимает время. Все, говорю, давай поставим наш ремонт на паузу. И будем собираться в отпуск. Ну, хотим купить этот шкаф до отпуска. Чтобы он не пропал из Айкеи. И хочу покрасить хотя бы эту стену. Да, вот это, которая будет возле шкафа. Хочу ее покрасить, чтобы купить шкаф. Шкаф уже поставить и все. И едем в отпуск.